Вы всегда хотели Porsche, но родители купили вам нищебродский Kia. Вы хотели поехать отдохнуть в Турцию, но на работе дали путевку в Феодосию. Вы хотели iPhone, но денег хватило на Баду. Apple нашли выход из всех ваших проблем. Они удешевили iPhone. Они убрали всего одну функцию, отсутствие которой вы даже вряд ли заметите. И назвали это iPod Touch. Доступный билет в мир iOS. Кроме шуток, за всю историю существования iPod Touch я впервые эту модель могу назвать must-have. Это теперь тот же iPhone 4s, только с улучшенным дисплеем и намного улучшенной фронтальной камерой. Многие по праву считают новый iPod более инновационным и ожидаемым, чем даже iPhone 5. У Apple не просто получилось выпустить обновление, а совершенно новый iPod, которым теперь можно в полной мере пользоваться как iPhone, за исключением звонков. Давайте вспомним, что было раньше. Раньше это был плеер, который при вынимании его из коробки терял половину своего внешнего вида из-за сильно царапающейся задней части. Который мог проигрывать музыку и видео, но по сути практически больше ничего. Да, камера была, но для галочки. По сути, как и в первом iPhone. Игры с приложениями можно было ставить, но мощности процессора и 256 МБ оперативной памяти мало на что хватало. Теперь у вас в кармане мультимедийный комбайн с 4-дюймовым ретинодисплеем. Очень хорошие фронтальные HD-камеры для того, чтобы снимать себя с друзьями в банке. И в корпусе из алюминия, который не просто так вызывает доверие. Корпус совершенно монолитный и он заметно тоньше, чем в iPhone. Все, кто держал пятый iPod Touch впервые, задавались вопросом, почему это не iPhone. Царапин появиться не должно, так как алюминий тут анодированный. А значит, до покраски он был весь в мелких порах, в которые краска глубоко проникает, после чего корпус закаляют в печи. Соответственно, случайно и даже специально поцарапать его практически невозможно. В новом iPod установлен двухъядерный процессор A5, 512 МБ оперативной памяти. И этого хватит с головой, чтобы играть в любые игры, будь то Infinity Blade 2, Modern Combat 3, FIFA 2013 и так далее. Емкость аккумулятора 1030 мАч. И этого хватает на день активной работы с плеером. Да, это на 400 мАч меньше, чем в iPhone, но тут и радиомодуля нет. Основная камера теперь явно не для отвода глаз. Тут 5 Мп, но фотографии получаются хорошего качества, а видео пишется в 1080p. Перечислив все это, замечу, что iPod Touch теперь полноценный фото- и видеоаппарат, который можно смело брать с собой в отпуск. А также отличная игровая приставка, учитывая мощное железо и минимум 32 ГБ встроенной памяти. Из элементов управления клавиша блокировки дисплея сверху, слева разместились клавиши управления громкостью, снизу разъем Lightning, динамик, разъем для наушников, а сзади под черной пластиковой заглушкой Wi-Fi антенна и удивительный элемент. Металлическая клипса, за которую в открытом состоянии вы можете зацепить комплектный шнурочек. Фишечка, но кому нужна, не знаю. iPod Touch 5-го поколения это просто хороший плеер, но также он станет отличным дополнением к вашему андроиду, если вы хотите пользоваться двумя операционками сразу или просто узнать что-то новое. Или как дополнение к звонилке, так как iPod может полностью компенсировать функциональность смартфона, а учитывая намного более доступную стоимость, чем у iPhone 5 и даже 4S, это хороший и доступный iOS выбор. Субтитры сделал DimaTorzok